Я имел честь быть знакомым с Олегом Константиновичем. Сегодня очень грустный день. Мы обращаемся с ним. У нас последняя возможность увидеть Олега Константиновича. Он отдал свою жизнь манежам. Он в буквальном смысле слова умер на манеже, потому что работал, планировал свои гастроли дальше. Ушла легенда, ушел живой пример, ушел последний из магиками. Человек, на котором мы обязаны были равняться в течение всей его большой, интересной и очень сложной жизни. Соболезнования мне просили передать все ведущие церковные династии. К сожалению, не все сегодня смогли приехать. Представители не всех династий, но мыслями они с нами. Также у меня есть поручение зачитать телеграмму. В этот скорбный час примите соболезнования и слова поддержки. Уход из жизни Олега Константиновича Паркова – невосполнимая утрата для родных и коллег, для всех поклонников его светлого таланта. Артист с мировым именем, настоящий мастер. Он до последних дней оставался верным признанию делиться с людьми своей добротой. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Директор Ростовского на Дону Государственного Цирка Дмитрий Анатольевич Резниченко. Сегодня мы прощаемся с Олегом Константиновичем Поповым. Мне выпала честь принять его последние гастроли. Несколько дней общаться лично. Получить даже отечественные наставления по поводу цирка, этого ростовского, по поводу устройства цирка. Получить даже такое некое благословение. Олег Константинович, я безусловно буду помнить ваши наставления всю жизнь и выполню их. Также мне получать прочитать телеграмму, как, за что. Коллегам, родным и близким, Олегу Константиновичу Попову. Примите мои глубокие соболезнования. Слова сочувствия и поддержки в связи с картина Олега Константиновича Попова. Это разделяет миллионы людей во всем мире, которые любили Олега Константиновича, великого артиста, человека большого сердца и необыкновенного обаянья. Он обладал редким талантом, виртуозно владел самыми разными жанрами, был непревзойденным мастером клоунады. Знаменитые репризы Олега Попова стали классикой циркового искусства, а яркие и красочные выступления всегда дарили взрослым и детям радостные мгновения и ощущения счастья. Олега Константиновича больше нет с нами, но в сердцах и памяти зрителей останутся его искренние и добрые образы, которые будут напоминать об этом незаурядном человеке. Дмитрий Анатольевич Медведев Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию прощания. Вход на манеж открыт. Дорогие друзья, мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...